Мужчина хочет тратнуть чудесную женщину. Это нормально? Это нормально. И вот он вокруг тебя гуляет и секс не получает. Что он чувствует? Он чувствует разочарование, облом, расстройство. Конечно же. Неплохо было бы ему объяснить, но редко кто объясняет и так далее, и так далее. То есть женщине проще дать, чем объяснять, почему нет. И у нас такие есть технологии, что приличные женщины, они, конечно же, конечно же, на первом свидании не дают. Надо тянуть до второго, потому что, ну не блядь же. Конечно, конечно так. И вот мужчина тянет какое-то время. Как долго мужчина может за вами ухаживать, который хочет вас трахнуть? Год, конечно. За вами ухаживали год? Да, да, ну ты понятно, ты-то понятно. Но мы в среднем обобщаем. Нет, мужчина, который просто хочет вас трахнуть, он должен что-то другое увидеть, чтобы за вами год ухаживать. А так, скорее всего... Кстати, секс мужчина получит? Который за вами сегодня ухаживает? Да. Конечно, получит. Не от вас. Но секс будет, поверьте. Слава богу, мы так устроены, что секс всегда со мной, и этот вопрос решить можно. Слава богу, есть варианты. И вот все-таки мужчина добился первое, второе, третье свидание. В зависимости от ситуации начался бурный секс. Трахались, как выдры, всю ночь. Наутро выяснилось, что неплохо. 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 В этот момент какие мысли... Я опять же упрощаю, обобщаю, но тем не менее. Какие мысли возникают у женщины? Ну, конечно, мы пара. В этот момент мы же уже спим, мы пара. Ему понравилось, мне понравилось, мы пляшем от этого. Мы пара. Это мой моче, мой мужчина. Мы в отношениях и так далее, и так далее. Если второй раз трахнулись и не разбежались, ну это вообще красота, это мой будущий муж. Однозначно. Как вы думаете, какие мысли в голове у мужчины в этот момент? Аллилуйя. Какой-то православный, да, трахнул тебя, получается? Аллилуйя. Не знаю, мне 50 лет. Вот такой мысли в голову не приходило ни разу. Аллилуйя, Господь услышал мои молитвы. Спасибо за... Ну, нет, нет. Какие варианты? Как просто получилось. Нет, не такие мысли. Мужчина никогда не сказал, бля, как просто получилось. Ну, нет, конечно. Ничего себе. Это ошибка женщин. Сейчас я буду говорить. Хорошо, а дальше и рожи. Ну, конечно, нормально, вот. Нормальный вариант. Нашлась баба, которая оценила мои усилия. Я, он уже сколько лет, блин, работаю над собой, чтобы мне бабы давали. Вот нормально, выяснило. Вот это теперь будет мне давать. Не тебе, не тебе, а мне. Потому что я красавчик. Я красавчик. И эта баба это оценила. И он начинает ее трахать. Вот они трахаются, трахаются, трахаются. То там, то там, то там, то здесь, то туда поехали. То в Онегине, то еще где-то. То в Хаяте. То в машине. То у тебя, то у меня. У мужчины есть мысль, что он в отношениях? Нет. Он трахает хорошую бабу. Она классная. Он может сказать, это моя будущая жена, мать моих детей. Ну, если он так скажет, это же даже женщин начнет беспокоить. Поэтому он просто с тобой спит. Он просто с тобой спит. Женщина понимает, что надо как-то все усугублять. Естественно. Надо как-то усугубить эту историю. И она усугубляет. Кому в голову приходит мысль о том, что надо съехаться через какое-то время? Берем 10 трандомных человек из зала, которые трахаются. И решили съехаться. Кто инициатор, как вы думаете, из этих 10 будет, скорее всего? Сколько будет женщин, сколько мужчин? Ну, не будем так. Прямо 10. Я никогда в каранец кидаю. 9 женщин и один очень странный мужик, которого мы все ждем. В него верим и ищем. Но редко видим. Редко видим. Обычно только в мифах. Это вся история. Что 20 лет? Застрял. Кто застрял? Кто застрял? Где застрял? И? 20 лет где застрял? В зале в этом застрял? Конкретно где? Вот баба, да? И что, сейчас мы будем обсуждать вас? Ну, что, просто скажите, что надо. Я с удовольствием пойду вам навстречу. Сидит, сидит 20 лет. Все. Может, мушкетеров читал. Может, ну... Все ясно. Но в вашей чудесной семье кто был инициатором съехаться? Теща. То есть баба по-любому. Заметьте. Ваша будущая жена сказала теще, надо ему сказать, чтобы съехались. На, ну вы-то просто древние. Сейчас уже без тещи этот вопрос решается. Ну, мы все понимаем, что... Женщина, конечно. Конечно, женщина. Это плохо? Хорошо? Нет, это так. Это факт, скорее всего. И вот съехались. Почему они съехались? Мужчина и женщина съехались. Для чего? Женщина такая, для удобства. Вот это все задолбалось, вот это по подъездам тыкаться. Для удобства. Да, будем теперь трахаться, ну, в общем месте. Ну, чтобы прямо презервативы лежали, чтобы, по-моему, в клетчатой рубашке можно было в стираной ходить. Да. Яишинку пожарить. Для удобства. Да, мужчина обычно для удобства. Его цель такая, удобство. Это удобно, потому что ехать, покинь, после работы, да? После работы надо ехать к бабе. Трахаться охота, но надо куда-то ехать. Ты после работы едешь, едешь, приехал, есть вот это, уже надо на работу. А тут прям домой приехал, да? Прям туда приехал, там трахаться. В принципе, для удобства. Плюс баба есть. Теплая, готовая. Понятно, что о чем речь. Не надо вот эти сюси-пуси. Пришел, потрахались, поели, все. Удобство есть. Женщина же для какого удобства? Для своего удобства. Ага, сейчас. Чтобы что? Чтобы решать. Чтобы естественно, чтобы эта тварь. В голову мне пришла мысль, что можно еще трахать каких-то. Потому что мы все знаем, я приличная, а вокруг бляди, которые так и крутятся над моим беде и хотят утащить. Утащить к себе, в гнездо, суки. Поэтому надо что сделать? Ступить в битву с блядями. По возможности победить. При невозможности хотя бы возглавить. Чтоб никуда не делся. Чтоб я прямо видела вот это все. По необходимости сдаивать, чтоб не звенел. И потом, естественно, что привыкнет. И естественно, начнет меняться в лучшую сторону. Потому что у наших женщин в мире, у мужчин у своих, у нас тоже много. Но у женщин есть мысль, что соприкосновение с вашей вагиной производит на мужчину неизгладимое впечатление. И это колоссальный стимул для изменений. В лучшую сторону. Ну, имеется ввиду, в ту сторону, которая вам нравится. То есть, мы берем мужика, с которым случайно закрутилось. И потом пытаемся из него делать мужа на все века. И вот живут-живут в сожительстве. В сожительстве. Как женщина объясняет, что она спит с малознакомым мужиком, еще с ним живет? Гражданский брак, конечно. И хотя все знают, что гражданский брак это брак в ЗАГСе. Мы не паримся. Мы в гражданском браке. Никто не говорит, что это приблудился. Кто это? Это мой мужчина. Это мой мыче, мой гражданский муж. Никто не говорит, это сейчас, это вот пихарь мой, как бы, вот, да. А я, как бы, ну, в надежде, чтобы утащить в гнездо, куда он денется. Трахаются, трахаются, женщина старается. Получает Оскар. Мужчина не сильно старается. Мужчина, кстати, в браке в этот момент? Нет. Вы вообще видели мужчин, которые говорят, я в гражданском браке? Это моя будущая жена. Живу с бабой. Живу с бабой. Ну, а как? Это нормальная история. Мужик живет с бабой. За редким исключением есть и такие персонажи. Но. Это же не все. Многоходовочка. Надо же как-то серьезнее подходить. Мы уже так давно знаем друг друга. Надо сделать следующий решительный шаг. Что ты думаешь о нашем будущем? Мужчина понимает. Ну, пока планирую трахать. А может, распишемся? Мужчина такой. Я пока к семье не готов. Я пока не готов. Ну, как же. Мы же так любим друг друга. Давит его женщина. Мужчинка достает своих козыря. Зачем тебе это надо, солнышко? Ну, почему чужие люди со своими вот этими печатями должны лезть в нашу любовь и счастье? Люди поженятся, сразу разводятся. Ты видел, все женачики несчастные. Нам так хорошо. Мы созданы друг друг друга. Зачем что-то портить? Это нормальная мужская философия. Она говорит, да-да, конечно. И заходит с другой стороны, делая крапивку. Как вы думаете, кто инициатором является брака? В каких случаях из десяти? Не, ну есть, конечно, и мужчины-персонажи. Не без этого. Но мы сейчас тенденции. Некий с вами освещает. Ну, допустим, дожала до брака. Вау! Тарата! Всего лишь восемь лет. И я Иванова. Все. Адские завистницы-подруги должны от счастья. Потому что, вот, Ленка счастливая теперь, тварь. И теперь у нас начинается счастливая... Это следующий этап. Счастливая семейная жизнь. Ура! Теперь ура! Мужчина, конечно. Он говорил, что зачем? А что изменится? Все изменится. Выясняется, что ничего не изменится. Ничего же не изменилось. Ни хера не изменилось. Геморрой добавился с кулак. Это да. Это да. Как женщина одна писала в письме, говорит. Раньше я была такая легкая, он был мне не нужен. Мы так классно общались. Потом я поняла, что она все серьезная. И я его задолбала, запилила. А зачем? Ну, у нас же все серьезно. У нас все серьезно. Да, действительно все серьезно. Какой у нас следующий этап после того, как расписались? Дети. Ни хера не этап. Дети, они... Развод, говорит опытный человек. Ага. Ага, конечно. Конечно, развод. Следующий этап. Как вы думаете, по статистике, кто является инициатором развода? Мужики. Мужики? Оба. Оба? Ага. Есть предложение на семейном совете? Женщина. Тёща. Тёща. Конечно, женщина. В 99% случаев инициатором развода является женщина. И если это не твоя жена, то это либо тёща, либо другая баба, к которой ты собрался уходить. А вот так, чтобы мужчина такой сидит, надо развестись нахер. Зачем? Ты что-то задолбала. А что будешь делать? Да ничего. Нет, нет, мужчина если разводится, то это его куда-то уводят в другую историю. Либо он там реализует свои радостные какие-то сексуальные фантазии, которые стали на паузу во время серьёзных отношений. Либо как-то так. Вот и люди развились. Как вы думаете, в 99% случаев инициатора является женщина? Согласитесь, грустная история. 80% разводов в нашем обществе. То есть это 4 из 5. Ну так, может, понятнее будет. Как вы думаете, кто больше страдает от этого? Мужчина или женщина? Мужчина? Вот в этой ситуации, что я рассказал, мужчина больше страдает? Его же бросили? С женщиной пришёл? Признавайся. С двумя? Ах ты маньяк адский. Ну понятно. Когда с бабой пришёл, конечно, будешь выкатывать такие версии. Смотрите, какой я пошёл наперекурсать. Я вообще, ну да, я такой хитрюга. Ну конечно, конечно. Я, к сожалению, консультирую людей. Женщины колоссальней страдают. Да и вообще мы же все знаем, что брошенный не мужчина. Мужчина свободен. А баба брошенная. Даже если она его нахер выгнала, все... Заметьте. Под накрыло мать. Да, что ты сделаешь-то? Такая реальность. Женщина страдает, и мне часто пишут письма. Мы расстались. 8 лет гражданского брака. 2 года нормального брака. И потом мы расстались. Я до сих пор страдаю. Уже полтора года. А эта сука через 2 месяца съехался с какой-то крысой. Крыса. Я его так люблю. Хочу вернуть. Ну что делать? Он уже другой. Хоть бы страдал. Да и что ему страдать? Чей-то проект сломался, как вы думаете? Ее, конечно. Давайте вернемся в самое начало. Вот мужчина начал. Что он? Кто был инициатором секса? Женщина. Если бы женщина не захотела, секса бы не было. Она дает. Она инициатор секса. Она инициатор сексуальных отношений. Мужчина был просто носитель потенции. Не более того. Кто был инициатором продолжения сексуальных отношений? Женщина. Кто был инициатором съехаться? Женщина. Кто был инициатором брака? Женщина. Кто был инициатором развода? Женщина. Это ее проект от начала и до конца. Да, мы очень грустим, когда чужой проект рухнул. Ну, совсем не так, когда рухнул наш. Поэтому женщина и страдает. А мне спрашивают, а можно сделать, чтобы он больше страдал? Гипотетически, да. Чтобы мужчина страдал больше, чем женщина, это чтобы сейчас порадовать дам. Это должен был рухнуть его проект. А как сделать, чтобы это был его проект? А как сделать? Никак. Не вмешиваться во что? Не вмешиваться в инициативу. Ягоза. Не вмешиваться в инициативу. Давайте другой формат построим. Вот мужчина. А мужчина по-другому начинать отношения не будет. Вряд ли мужчина такой сидит. Ну, мне уже 26. Надо найти репродуктивную, образованную, с большой грудью, чтобы по 3 литра молока, чтобы дети были здоровые. Хозяюшку, да. Ищу адекватную жену. Запоминайте, девочки. Реакция мужчин редко, но очень ценна. Если уж мужчина среагировал, поверьте, это оно. Это, возможно, первый раз за 15 лет человек такой. Вот оно. Нет. И во втором случае ситуация будет такая же. Мужчина пошел трахаться. Это так устроено. У нас секс более физиологичен, чем у вас, дорогие дамы. Для нас близость с людьми – это возможность получить секс. Есть версия, что у женщин секс – это возможность получить близость. Да, и женщины тоже их физиологически ломят, но мужчин почти всех физиологически ломят. Ну, если мы берем среднестатистического мужчину, у которого, ну, пусть будет условно, 10 раз в месяц половая потребность. То есть ему надо трахаться 10 раз в месяц, чтобы хорошо чувствовал, чтобы не пухло. Ну, как вы думаете, как его секс будет размазан вот в этот месяц? Сутки через трое, как у пожарного. Вряд ли он такой раз, и свои 10 раз там до 3-го числа квоту выбрал, а потом такой. У нас он ни к чему не привязан. Не бывает так, что, ну, не знаю, у меня депрессия, секса не хочу. Такой период жизни интересный. У меня случилась овуляция, а хочу трахнуть всех баб. Не, мы строго, вот как начали, так вот и вырубаем. Хочешь, не хочешь, но сутки через трое у меня секс. Либо с женой, либо с рукой, либо с волонтером. Женский же секс менее физиологичен. Он более, ну, привязан к эмоциям, привязан к гормонам, да, когда уже женщина, ну, период, в месяц есть такой период, овуляция называется, прямо все там подсозрело на это идти, гормоны накинули, баб уже друн-друн-друн-друн-друн-друн. А если она это еще не задавливает противо, ну, понятно, да, как они, противо, какие, противозачаточными гормональными средствами, то, ух, знаете, как говорят, заметили ученые, что в период овуляции стриптизерша зарабатывают на 60% больше. Ну, а как у нее ж, она становится сексуальной и тому подобное. Кстати, в период овуляции женщина, опять же, я книги по семейной психологии, по сексологии прочитал, в период овуляции женщина хочет совсем другого типа мужчин, которые, ну, чем в другое время. Чем до. Ну, все знают, есть такое понятие, как ПМС, женщины знают, что это, а мужчины до конца, не до конца не понимают. Они не знают, это постменструальный синдром или предменструальный синдром. Аббревиатура одинаковая, а вот никак не может понять. Хотя у некоторых постменструальный синдром прямо-прямо переходит в предменструальный синдром. Да. Да. Поэтому женщина такая, ой, я в плохом настроении, у меня сейчас, я сейчас секса не хочу. Подумала женщина, и у нее не было секса 4 года. На Новый год что-то загрустила, помастурбировала немного, опять успокоилась. Потом нашелся мужик и трахаются, как выдры. У мужика совсем не так. Мы не можем так, зашел в настройки, да, отключил, убрал галочку с секса. А у меня же нету сейчас женщины. Вот будет женщина, будет секс. Сейчас. Поэтому мужчина начал ухаживать за женщиной. Сейчас второй вариант, да, чтобы он страдал. Не знаю, почему я ему это рассказываю. Как-то к этому пришло. Фантастика. Вот, ну а что делать? Фантастика на третьей полке. Вот мужик захотел трахнуть бабу и нашел бабу, которую он хочет трахнуть. Да. Он туда-сюда прикольный. Оп, ай, нанэ, 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 павлиний хвост. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да я торгую уголем. Ну вот эта вся история. Я крут, как обрыв над горной рекой. Да. Планирую брать заниженную приору. Ну вот эти все темы, по-моему, что надо потрясти, потрясти бабу. По-моему, что, ну, он же возбужден, да. Она его слушает, да, он такой туда-сюда. Она что-то рассказывает. Боже, она еще и классная. Ничего себе. А секса нету. А ты что, не хочешь? Она очень хочу. Так давай тыкаться. Так у меня высокий моральный устой. В смысле? Я не сплю с малознакомыми людьми. И что, ты меня не хочешь? Ты очень классный, хороший. Но я же тебя совсем не знаю. Так и познакомимся. Прости, но вот я так воспитана. Расстроится ли он, что он сегодня не тыкнул воспитанницу? Расстроится, конечно. Да. Может даже подумать, что адская динамо. Но он, скорее всего, захочет повторить попыточку. Потому что мы же читали в Космополитане. Что там бабам советовали. Ты должна быть пылищей. На первом свидании давать не надо. Мужики любят благочестивых. На втором. И он дотянул до второго свидания. Думает. Ну, я подожду. Баба так классная. Не, если она страшная, как атомная война. Он такой, да и слава богу. Ну, если она действительно ему нравится. Он попробует второй раз уточнить. Потом третий раз уточнить. Такой, ничего себе. Оказывается. А у тебя кто-то есть? Нет, конечно. А ты с кем-то спишь? Нет, я не сплю ни с кем. Потому что я буду спать с мужем. Я приличная женщина. Он говорит, да, ну, гоня. Ведь весь мир бардак всей брибаде. Ну, все знают эту историю. Потом собрал информацию. Навел справки. А Ленка там что? Ни у кого не посасывает там. Да и она замороченная такая. Она вся в благости. У нее высокие моральные устои. К ней подъехать вообще невозможно. А кто ее трахает? Да никто ее не трахает. Что, серьезно? Там достало вот это. Я целомудрена. Я за семью. Как вы думаете, мужчина хочет семью? Да. Хочет. Хочет. Да, чтобы это была спутница жизни. Чтобы это была мать. Нет, мы об этом думаем. Но мы очень разделяем. Бабу, которую я сегодня хочу трахнуть, и спутница жизни. Спутница жизни, она где-то там в уголочке. Сверху. В правом верхнем углу экрана. С крестиком. Ну, пусть с крестиком. Хорошо. У тебя с крестиком. Хорошо. Я ж не против. Лишь бы ты была счастлива. С крестиком, так с крестиком. Папочка давно женат. Я всегда соглашаюсь с женщиной. Если женщина хочет что-то взять, нужно ей дать. Иначе у тебя нож возьмет сама. И вдруг он понимает, что... Да пошла она нахер. И пошел дальше трахать кошелок каких-то легкодоступных. А потом в какой-то момент приходит. У нее появляется мысль. Она у кого-то не все, бляди. Кажется, есть женщины с принципами. Да. И вдруг они пересекаются, вдруг они общаются. Он такой, а как Ленка? С кем-то тусить? Да ну, кто? Кто ее будет трахать? Она же никому не дает. Попробую еще раз. Может, даст. И вот он 3-4-5 свиданий каких-то. Но он же не может сидеть несколько часов. Ну? Ну мы едем тебе или ко мне? Ну ты уже допила. Поехали. Надо же как-то, ну, опустошить. Жижулик совсем уже напрягся. Нет, ну ты понимаешь, что в принципе с тобой не спят, потому что... Он все общается. Ну, надо же что-то делать. Вдруг он узнал, что она любит, что она читает, чем она занимается. Что ей нравится, что не нравится. Какие фильмы, какие книги. Попробуйте провести 5 полноценных свиданий без секса. Согласитесь, очень много узнаете. Или он может узнать, что она такая тупая дура, что слава богу, что с ней никто не спит. А может она его увидит, скажет, господи, господь-то отвел. Чепушила-то редкостная. На первом свидании сказал, давай кажи за себя. Заплатим. Я не люблю ставить женщин в неудобное положение. Я за справедливость. Я за независимость. Я очень уважаю женщин. Счет посмотрел. И крабовый салат я не ел. И вдруг возникла у него какая-то интеллектуальная гармония с этой дамой. Возникла эмоциональная гармония. Он начинает смотреть и чувствовать, что он чувствует рядом с этой женщиной. Что эта женщина чувствует. Нравится ли ему, как она себя чувствует рядом с ним. Нравится ли ему свои эмоции рядом с ней. И тому подобное. Потом оказывается, у него мозги есть. Ее интересно слушать. Она не тупая овца. И давай козявками на зеркале слово вечность выкладывать и любовь. Приблизительно так. Потом он говорит, ну что это самое. А он такой думает, бабы такие. Может съедемся? Ну мы же совсем не знаем. Ну и узнаем. Ну он тоже умный. Он говорит, ну посмотришь. Может я тебе не подхожу в быту. Она говорит, нормальные люди близкие. Они в быту друг другу всегда подходят. Там в быту нет ничего удивительного. Если человек говно, он и без быта видно, что он говно. Если он засранец, то он везде засранец. Вряд ли. Аккуратный, чистый, подшитый. Там все дела намытый, побритый. Домой такой приходит. На кухонный стол. Наблевал. И только в быту можно увидеть, что он не умеет пользоваться ершиком. Ну может съедемся? Нет. Он такой, ну блин, а привыкает. Баба так классная. Ведь классных баб мало. По версии мужчин. Блядеть тьма. По версии мужчин. Ну кстати, и в том другом случае. Заметили? Когда надо найти, блядь, хер найдешь. То есть мысль есть, что все бляди, а хер найдешь. Хорошую, блядь, тяжелее найти даже, чем хорошую жену. Так интересно, кто это? 70 миллионов женщин в стране. Где же? Где они нормальные-то? И вдруг оказывается, что есть нормальные. А он такой, ну может куда-то съедем. Ну думает, сейчас поедем куда-то там устанем, в гостиницу заедем и будем сразу трахаться. Съездили. Не трахаемся, потому что и в гостиницу не заехали. Может вместе отдохнем, говорит мужчина. Ну так, а как, а куда мы? Поехали в Турцию, там такие номера. А ты потянешь два номера? И он такой. Да потяну, ну в надежде на то, что сразу после вечернего бара она такая вся из своего номера придет к нему и будут опять трахаться. Ну секс достаточно сильный мотиватор для мужчины. И поездили, и посмотрели, и он понимает, трахаться не получается. Не трахается эта баба? Так ты что, вообще секс-то не любишь? О, нет, я секс обожаю. А что не трахайся? Потому что приличие у меня есть. Глядишь, так и поженились. Да все это фантастика. Люди должны узнать друг друга. А вдруг они не подходят сексуально. Не подходят. Вон Ленка, все же знают некую абстрактную Ленку, которая не проверила, дура. И все, и теперь с лупобим пинцетом вот эта поза. Да, да, да. Среди девочек ходят такие слухи. Найти нормальный член нелегко. Я уже 15 лет в поиске. Мужчины мной интересуются. Пробуют. Пока не покупают. Но я уже в членах разбираюсь. Разбираюсь. Что-то мужчины вот так ищут все. Вы заметили, да? Надо попробовать, потому что, ну если влагалище не той формы, это же как жить, как жить. А вдруг мы в сексе не сойдемся? Да.